Здравствуйте, уважаемые друзья! Я сегодня хотела поговорить на тему такую. Скорее всего так. Перепроверяйте вердикты врачей. Перепроверяйте, потому что некоторые недобросовестные врачи или малознающие врачи ставят неверные диагнозы, тем самым повергнув пациента, человека в ужасное состояние. У нас была ситуация... Мы когда-то были в Париже с Азатом, и там познакомились с одной женщиной. Эта женщина была с города Одессы. И Париж – город дорогой. Как-то так смотрю, что она тратится, покупает много экскурсий. Поинтересовалась, кем она работает. Она сказала, что работает... Ну, скромно у неё была должность. Она... И как-то мы подружились. Я говорю, а как вообще? Вот каким образом вы купили путёвку? Ну, как вы купили путёвку? Так мне показалось, что для неё это было бы дороговато. Она сказала, Карина, вот есть такая фраза, не было бы печали, так не было бы счастья, так несчастье помогло. Она говорит, я лечилась у одного врача, что там у неё болело по-женски. Короче, как я говорю, Москва, а не Сочи. Довёл её врач своими знаниями, своими вердиктами, своими предположениями, какие-то анализы она сдавала. Он её довёл до той ситуации, где нужно делать операцию. Операция очень сложная, очень сложная операция, дорогостоящая. Она ему слепо верила и согласилась, согласилась на эту операцию. Очень, она говорит, у меня плохое настроение было. Она всю жизнь мечтала побывать в Париже. И она так подумала, она говорит, Карина, такая фраза, так умру и не увижу Париж. Знаете, фразы, если умереть, увидеть Париж и умереть. Она говорит, вот эта фраза, видимо, не для меня была. Я так себе подумала. Шла с очень плохим настроением, проходила по улице и увидела такую вывеску, что УЗИ, врач какой-то принимает. Вывеску, как бы, клюнула на эту рекламу, что хороший врач, стороннее обследование и так далее. Ну, думала, зайду. А у неё уже через два дня должна была, назначена была операция. Она же купила какие-то тоже лекарства, что-то там купила, которые нужны для операции. Ну, думаю, зайду ещё раз. Говорит, что мне дёрнуло вообще зайти? Я такая, ну, доверчивая. Сказал врачу, лечилась у него, лечилась долго. Сказал врачу, что нужна операция. Ну, операция нужна, всё. Деньги собрала, достаточно много денег. Она собрала деньги на операцию. Ну, говорит, чёрт дёрнула у меня. Или наоборот, не чёрт дёрнула. Как-то вот ей повезло, что она зашла к этому врачу. Он посмотрел, УЗИ обследовала её. Она ему анализы даже какие-то показала. Ну, он, говорит, прописал ей какие-то лекарства такие, не столь дорогие. Ну, всего хорошего. Вот примите лекарства, если хотите, приходите. Она, когда я в таком недоумении стояла, думала, ну как, у меня же, ну, операция через два дня. Очень серьёзная операция, мне плохо. Я там умру, если этой операции не будет. Ну, так её, знаете, так она думала, потому что её подвели к этому результату, к таким думкам. И она уже рассказала этому врачу. Рассказала этому врачу. Дело было в Одессе, кстати, что так и так у меня через два дня операция. Врач спрашивает, а какая фамилия врача, который вам назначил и будет делать операцию. Она сказала фамилию врача. Он говорит, слушайте, ну это в наших кругах, это известный жулик. Врач, он неплохой, но, потому что она шла по рекомендации тоже других людей к этому врачу. Но этим он грешит. Грешит тем, что даёт неправильные анализы, неправильные вердикты болезни, которые приводят к тому, что подводят человека к тому, что нужно делать операцию. Он их сам подводит. Естественно, пациенты, мы же ничего не разбираем в своей врачебной практике и вообще в медицине люди обычные, кто не связан с медициной, и верят. И так она говорит, я вот с этими деньгами, которые я собрала на операцию, я вышла. А, причём, что меня удивило, она купила путёвку, очень, как-то бы дороговато она купила. Например, я несколько агентств перезвонила, я поработала над тем, причем покупать путёвку, да, а у меня вышло буквально на 30% дешевле. Поэтому меня заинтересовало, где она покупала путёвку такую дорогую. Она начала рассказывать. Говорит, я вышла с этого УЗИ, и первая попавшаяся, тоже вывеска увидела, адитура агентства есть. Пришла, сказала, вот мне путёвку в Париж. Париж. Всё, девочка я выписала, она говорит, я вот эти деньги и трачу, деньги, которые были припасены на операцию. Я не хотела детей тревожить, у неё двое детей. Вообще у меня, говорит, очень плохое состояние моральное, была я такая поникшая, была я не могла работать. Ну вот земля уходила из-под ног, я не очень верила в эту операцию, как будто он такой, знаете, ей диагноз сказал. Ну, женщина ещё мнительная и так далее. Ну, слушайте. И вот таким образом, я вот так все деньги потратила, сейчас на Париж, сейчас трачу и так далее. Не было бы счастья, так несчастье помогло. Это точно про неё. Она это рассказала. Мы приехали, прошло года два. Прошло года два. У меня свёкор жаловался на желудок. Жаловался на желудок, что-то болит, знаете, взрослый человек 70 лет, естественно, у меня 48 лет меня болит периодически. Но мы повезли его к врачу. Врач, он глотал вот эту трубку. Какие-то ещё комплексы анализов сделали. Звонит мне врач. Звонит мне врач, говорит. Звонит или звонит? Короче, не знаю. Напишите мне там. И говорит. Азата, Азата позвонил. А он так видел, что Азат, заботишься, такой сын с ним бегает, с этим свёкром бегает, с его отцом. А врачи-то понаблюдали. Такой сын хороший, жизнь отдаст. И они моему мужу говорят, что у него обнаружена опухоль, ранняя стадия онкологии, что-то в этом роде. Но такие случаи при проведении операции дают 90% шансов, что человек переживёт и так далее. Но мы-то уже не дурные. Уже у нас была история вот с той женщиной в Одессе. И как-то у Азата, знаете, такое внутреннее чутьё такое было. Он говорит, Карина, у меня такое ощущение, что вот они поняли, что с нас можно взять деньги. Понятно, отец, операции и так далее, всё, что надо, сделаем. Ну, как бы надо бы перепроверить. Что-то я не совсем верю. Мы поехали снова в эту больницу. Я уже сама стала говорить с этой медсестрой. Медсестрой. Вот. И она как-то так вот почувствовала. Понимаете, люди, я... Вы включаете свою пятую точку, включаете свою, когда разговариваете с врачами. Я почувствовала, что очень уже она заинтересована, чтобы эту операцию мы сделали у них в клинике. Потому что когда я сказала, что мы посмотрим, может, что-то вон-кодиспансере сделаем. А это была городская какая-то больница. Она начала... Не сдержалась, знаете. Если бы она сказала, вот если бы она сказала, что ну да, вы можете в любом месте делать, конечно, у нас везде хорошие врачи. И так вот. Я бы, может быть, вот пошатнулась бы у меня Вера в то, что... У меня были подозрения. Пошатнулась бы Вера в подозрения мои. Но она как-то начала говорить, ну вот этот врач, начал у нас с фамилией врача, он очень хороший, столько людей, ему благодарна по сей день, живу и так далее. Очень уже она рьяно стала его защищать. И это добавило определенные подозрения. мою копилку уже создавшись в такой ситуации, в которой я подозревала, что там что-то нечистое дело. И я сказала, хорошо, мы подумаем. Но и она так говорит, вы поторопитесь, поторопитесь, потому что там такая ситуация, что надо срочно делать операцию, потому что там по-разному может выйти. Еще как-то так напугала, не утешила, а наоборот. А я думаю, да-да, ты мне говори, ты мне рассказывай. И мы приехали, созвонились в Николаев, тут есть город, там у нас есть, живет родственник, он созвонился с начальником отделения, или заведующим отделением онкологического, какого-то там, да, онкологического отделения, заведующим какой-то больницы или онка была. Ему сделали узи, слушайте, ничего у него не было, была какой-то гастрит, просто гастрит, который давал боли. Когда они узнали этот диагноз, они еще раз проверили, более тщательно. Вы представляете, никакой онка, никакой операции там вообще не нужно было ему делать. Вы представляете, до чего дошли врачи? Ну, это, знаете, как люди, есть человек непорядочный, неважно, он непорядочный будет в любой сфере, где бы он ни работал, это неважно. Просто знайте, люди, что есть такие врачи, которые специально подводят к вам вас к операции на необоснованных каких-то своих заключениях, чтобы поиметь деньги. Я вот не могу понять. Вот эти люди думают, что если вот человек, это вся семья же, как представьте, как вся семья будет переживать. Если человек возьмет эти деньги, ему что, удачу принесут? Я вот не могу понять. Люди, наверное, не понимают. Он тебе что, удачу принесут тебе эти деньги? Ты порезал человека, порезал. Ну, режут, там же под общим наркозом делают. Режут. Может, режут. И чай себе пьют там, пока человек лежит. Потом снова зашили. Представляете вообще, что творится в тот момент, да, когда... Вот. Надо... Почему я сказала перепроверять? Еще одну ситуацию расскажу. Обязательно. Вот выслушайте до конца. У моей свекрови обнаружили... Мы сдавали анализы. Зали анализы. У нее желудок болен, кишечник. Взяли биопсию. У нее взяли снова вместо биопсию. И я, когда приехала за результатом, приехала... А вот тут, знаете, вот тоже пятая точка помогает. Тут я почувствовала, что дело плохо. Вот нехорошо у нее там все. Вот там, наверное, онка я как-то была... Вот я чувствовала, что там нехорошо. Вот я ночью не спала. Как-то так я... Слушайте, я приезжаю за анализами в другой город у нас, Ровенский там, Ровно. Приезжаю за анализами, мне... И тут просто случайно на человек сидит человек, который... А я в таком состоянии была, я уже чувствовала. Он говорит, а вы меня не помните? Я говорю, нет, не помню. Ну вы... Мы же встречались неоднократно. Я говорю, да. Не знаю. Вы знаете, вы меня с кем-то путаете. Я же не Ровенская, я снетешена. Я сама сгордно и тешена. Я снетешена. Да, но мы неоднократно были у Миколы на роджине. А у меня есть кум Коля. Я говорю, Коля, это Микола вообще меня сбила. Знаете, на украинском он его слов сказал. Я вообще... Я говорю, не, не. Я так говорю, вы путаете. Он так согласился. Он понял, что вы уже стрелять в меня что-либо. Понятно, что, ну, путаю. Я не соглашаюсь. Путаете, путаете. Боже мой, я это вспомнила потом, когда я вообще вышла оттуда. Он говорит, ну, хорошо. Человек не может доказать мне, что он знаком. А оказывается, мы на дне рождения. У него есть кум. Мы на дне рождения. Там раз в год мы как-то... Ну, я знаете, какая невнимательная. Особенно если мужчина... А если мужчина с женой, то для меня этот мужчина вообще не существует. Я так на него даже не смотрю. Потом он там был в пенджаке, в чём-то. А тут он в халате какой-то был такой... Костюм у него был хирургический какой-то зелёного цвета. Я, естественно, его никак не узнала. При моей зрительной памяти это очень может быть. Короче, он говорит, что вы? Я говорю, свекрови сдавали анализы. Такая дела там. И он мне говорит, слушайте, люди, он мне говорит, может быть, не надо было мне это копошить, не знаю. Он говорит, смотрите, взяли биопсию, написано, что нету раковых клеток. Ну вот я сейчас ещё раз посмотрел, я их вижу. То что писать? Представляете? Я говорю, да. А я понимаю, что человек не врёт. Ну какой толком врать? Он говорит, смотрите, я вам могу написать, что нету там раковых клеток, но я их вижу. В анализе биопсии они есть. Но врач, который смотрел, он написал, что там всё нормально. А тут ещё моё такое ощущение было. Я говорю, ну если вы точно смотрели, то... Он говорит, да, я выписываю, что есть. Операцию где хотите, что хотите делать. Он такой, ну... Он говорит, это вообще не моя работа. Я просто как бы... Попросили его, он работал раньше там, потом в другое отделение ушло. Я вот поняла, проследила, что тут вообще нету его ни смысла, ничего. Мы делали в другом месте операцию, но мы когда проверялись у одного врача, вот что я вам говорю, проверялись у одного врача в какой-то больнице городской. Боже мой, сколько нам врач этот звонил? Он понял, что мы будем делать операцию. Он нам такой, я говорю, вы скажите сумму. Во что нам обойдёт сумму? Он такую нам сумму назвал большую. Я же не дура. Слушайте, ну в конце концов вы предприниматели вообще в нашей стране очень ушлые люди и так далее. Мы поехали в другой онкодиспансер. Там нам сказали сумму наполовину меньше. Врачи по этой части делают операцию. И я ему... Он никак не мог от меня связаться. Вот знаете, лицо подошло. Звонил и звонил, звонил и звонил. А когда? Это надо поторопить. В итоге я сказала, слушайте, мы будем делать операцию в другой стране. Всё. Его забирает дочка. Я как-то так уже... Так что люди перепроверяйте, не расстраивайтесь, если вам что-то сказали плохое. Перепроверяйте результаты. Потому что видите, какие ситуации... Я вам всё рассказываю. Действительные ситуации, которые были в моей жизни. И это правда. Я не обманываю, не преувеличиваю, ничего не выдумываю. И третий случай со свекровью, где анализ был вот... Где как бы всё хорошо, а оказалось не так. Но тут уже вы сами чувствуете. Понимаете? Свекру у меня после этого несколько лет прожил. Тоже умер он от давления. Вот он, инсульт был. Вот свекровь. Я вам рассказывала. Три года и семь месяцев прожила после операции. Так что такие дела. Перепроверяйте. Не расстраивайтесь. На всё воля Божья. Вот. Живите. Радуйтесь. Кушайте здоровую пищу. Ставьте мне лайки. Кстати. Вот. Говорите, что я есть. Ладно. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok